Всем привет, дорогие друзья! Смешного Зарбабай! Сегодня мы посмотрим игру, которая называется Exegate Initiative. Это стратегия, где мы с вами будем строить вот такие вот порталы в другие миры по геймплею, чем-то похожи на Evil Genius, которая вот недавно выходила. Вторая часть тоже будем в каких-то землях строить комнаты, развивать ученые, вот эти вот всякие порталы, окна в другой мир. В общем, что-то типа такого. Игра вышла 18 апреля этого года в ранний доступ, она сейчас находится в раннем доступе. Кого заинтересует, то ссылочка на игру будет в описании под видео в стиме. К сожалению, пока нет русского языка и нет информации вообще, будет ли он добавлен в будущем. Поехали! У нас с вами такой будет первый взгляд. Будучи рад вашим лайкам и комментариям, ну и мы начинаем. Всем приятного просмотра! Новая игра! Так, ну давайте инициейшн без свободной игры. По сюжету вроде, да? Так, ну давайте сыграем на балансе. Руди Коп. Здорово пожаловать на ваш первый день в качестве исполнительного директора, или сокращенно XD, Vexigate Initiative. Я Руди Коп, с двумя дипломами бакалавра, основатель и генеральный директор. Я посвятил свое состояние исследованиям и разработке технологии Exigate, способные отправить людей не только через галактику, но и через всю вселенную. Сегодня мы делаем наши первые пробные шаги. Мир наблюдает за вами, но оставайтесь сосредоточенным на своих целях, и мы добьемся успеха вместе. Как скажешь. Итак, наше задание. Какие-то роботики выехали. Создайте основные возможности для своих клиентов. Постройте казармы минимум из 20 блоков. Бульдозер с тревя кроватями. Что за... Постройте, наверное, 3 кровати. Постройте 3 шкафчика. Соберите беспорядок. Минимум из 12 блоков. Дозатор для приема пищи. И построите веб-пись. Опять-таки. Нечеткий перевод, но да ладно. В общем, вот такого плана у нас... Карта. Как видите, она прям очень похожа на Evil Genius 2. 100%. Мы также будем разрушать, также будем строить. Сначала надо будет разметить... Сделать разметку из 20, да? Так, это бараки. А, то есть мне сначала надо будет сделать разметку. Минимум из 20. Ну, в принципе, вот как раз себе на 20 клеток. Здесь все делают, получатся, дроны. Потом, получается, просто назначить бараки. Бараки именно, да? Хм. Хорошо, допустим. Так, а где, получается, тут у нас стены? Я имею в виду, ворота какие-то нет. Так, бараки есть. Меня смущает только то, что я не вижу здесь... Стен. Ну, допустим, три кровати. Ну, то есть, как бы здесь нет этих проходов-то. Дверей просто, голые стены и все. Так, постройте какой-то локер. Допустим. А, их надо поставить три. Так, кухню как минимум из 12 блоков. Давайте сделаем вот как, да? Я сделаю хотя бы какой-то проход, а потом будет 12 блоков. 10. Ну, пусть так будет 12, наверное, что ли. Хотя нет, вот так пусть будет. Потому-то что-то как-то... У нас, получается, они не огорожены, да? Просто проход и все. Так, кухня. Ну, как минимум, получается 12 блоков. А, это что? Не достроили, получается, что ли? Стоп. Да не, не то. Это же тоже должна быть кухня. Вы что, ребята? Это тоже должна быть кухня. Так, это я могу перенести? Потому-то мне нужно поставить сейчас... Это столы. Сколько столов? Два. Два стола есть. Два стола есть. Так, давай пока я продам. Вот это пока тоже продам. Мне просто не нравится, что у меня это в итоге получилось. Так, это я, получается... А как мне вернуть стены? А, вот, двери поставить. А почему-то двери сюда не влазят? Типа надо вот эту площадь продать? Она не должна быть столовой? Вот, тогда есть дверь. Хорошо. Значит, вот это я тоже, получается, продаю участок. Я могу, конечно, поставить двери. А, это я... Это я купил струб. Понятно. Мне бы как бы вернуть, наоборот, стены себе. Никак нельзя обратно построить. Так, это у нас не то. Это пока тоже не сюда. Да, получается, что... Или я могу здесь поставить блок? Ага, всё, могу. Могу сделать себе блок. Тогда, получается, вот это я ещё, наверное, снесу. Вот этот кусок, наверное, я снесу. Может, тогда ещё вот этот снести тоже. Пусть будет. Вот, потом, получается, я беру казармы. Выделяю что-то область казармы. Это тоже казармы. Что тут за плакат какой-то висит? Ха-ха. Ладно. Вот. Теперь, получается, мы с вами здесь сможем поставить с вами три кровати. Вот, три кровати и шкафчики. Вот, это другое дело. Действительность мы за это получим. Хорошо, выполнили. Теперь со всей этой болтовнёй о тёплом приёме покончено. Давайте перейдём к делу. Известно, что у мистера Коба туго с кошельком. Таким образом, мы в комитете здесь для того, чтобы гарантировать, что исследование космоса останется прибыльным. Мы будем следить за вашим прогрессом и выделим средства, когда вы достигнете своих целей. Ваша следующая цель – найти жизнь во Вселенной. Трудное, но прибыльное начинание. Вы не согласны? Ну, давайте, допустим, найдём. Так, теперь нужно... Наймите трёх учёных, построите лабораторию минимум из 16 блоков, корпус 1 для хранения биологических образцов, найти признаки жизни на экзопланете, собрать один биологический образец, собрать один образец учёного стола и исследовать. Понятное дело. Ну, давайте начнём с лаборатории. Для лаборатории я буду делать двойную, получается, дверь. Так, это, допустим, стена. Вот так будет проход. И как минимум 16 блоков, да? 10, 15. Ну, 16 не очень. Давайте тогда пусть будет вот так вот. Так, а чё у нас тут ничего не делают? Вот, отлично. Так, это у нас, получается, лаборатория. Так, лабораторию я построил. Из-за как минимум 16 блоков, нанять трёх учёных. Так, подожди, как нанять их? Это всякие исследования. Короче, не так-то просто, получается, нанять. Здесь будет 4, да? Но мне нужно троих нанять. Ладно, всё ставим так, как есть. По минимуму, да? Начинаем компанию. Хорошо. Компания по поиске персонала. Я думал, мы прям так бы мы просто взяли и наняли. Оказывается, нифига. Не так-то всё и просто. Хорошо, давайте тогда пока строить... Биосэмпл контейнмент, да? Отлично. Вот его надо тут построить. Для образцов. Тебя построить. Так, и мне нужно построить... Не, получается, я всё построил. Осталось только найти учёных, найти что-то в этих вратах, собрать и изучить. Хорошо. И где мне понять, когда эти учёные придут? Как-то всё, получается, зависит не от меня сейчас, да? А, нашли учёных уже, всё? Так, француз, бразилец, ещё один француз. Ну, окей. Так, всё. Да, есть три учёных. Как мне получается их отправить сюда? Угу. Это пока, я так понимаю, всё закрыто, да? Это земля. Ну, давайте сделаем вот так вот. Так, вот чё, мы пробежали, да? Так, и чё мне как сделать? Разорвать связь? Зачем разорвать связь? Так, на старт миссии. Так, для команд требуется три. Хорошо, а где мне их взять-то? Сложность миссии. У каждого пункта назначения есть рекомендуемый уровень, который показывает уровень опыта гейтеров. Необходим для того, чтобы они были в поносительной безопасности во время миссии и успешно справились со своими задачами. Вероятность получения травм указывает на вероятность того, что назначенная команда получит травм во время миссии, основываясь на различных параметрах, подробно указанных во всплывающих подсказках. Тяжность травмы по умолчанию составляет 100%, но может быть и уменьшена присутствие медиков в команде. Так, как мне назначить-то? Может, надо как-то здесь назначить? Нет, это и есть старт. А, вот, кстати. Вот так это назначается. Хорошо. Так, и... Они пошли собираться. Портал открыт. А что они даже не в костюмах? Просто в своих костюмах следовательских и все. Шесть дней. Это займет шесть дней. Хорошо. Ну, и тогда, получается, пока ничего не строим. Пять дней. Здесь все, что было, я все построил. Мне тем более и деньги уже закончились. Денег нет вообще. Тут можно что-то еще раз блокировать. Ну, ждем. Ждем. Ждем нашу команду. Еще четыре получатся дня. По идее, они потом должны вернуться. Старпом, это Мора. Там мы впервые прошли через ворота. После секундного головокружения я внезапно оказался на поверхности планеты. Окей. Боже мой, это работает. Слава богу, ты жив. Мы сделали это. Слава богу, ты жив. Хорошо. Типа, диалог с ними. Это как у нас сериал «Звездные врата», да? Аминь этому. И я не могу в это поверить. Здесь есть жизнь. Это место кишит растительной жизнью. Не говоря уже о лунах на небе. Ты только что изменил мир. Мы были дураками, когда думали, что жизнь существует только на земле. Надеюсь, дружелюбная растительная жизнь. Хотел бы я это видеть. Так, подожди. Ты только что изменил мир. Так, надеюсь, что она, да, дружелюбная. Утвердительный. Ни одного трифида в поле зрения. Мне лучше побыстрее придумать, что сказать запоминающегося. У меня была заготовка, реплика, но это уже слишком. Я совсем забыл об этом. Сохранить спокойствие. Фабрис за тобой наблюдает только на всех экранах. Плоских, 3D, VR, HGA, от Мумбаи до Луны. Чего? Ты в порядке? Врач! Помню о своих тренировках. Так, потерял ментальное здоровье, да? Класс. Мне кажется, у меня учащенное дыхание. Постарайся расслабиться. Ты в порядке, у тебя все отлично получается. Может быть, дело в атмосфере. Так, постарайся расслабиться. Я в порядке, думаю, у меня все хорошо, но я не знаю, что сказать. Можно мне порулить старпом? Порулить? В смысле, чем порулить? Ты давай, собирай образец и возвращайся. Мне надо закончить миссию на сегодня. Скажи что-нибудь эпическое. Скажи что-нибудь скромное. Скажи что-нибудь веселое. Будь самим собой, Фабрис. Будь самим собой, реально. Нечего там что-то выдумывать, придумывать. Я попробую. Просто дайте мне секунду, чтобы прийти в себя. Хорошо, глубокий вдох. ВМ-583 находится далеко от Франции, где я вырос. Я знаю, что все мои друзья и семьи его наблюдают за нами дома. И я просто хотел сказать им спасибо вам, и я скоро с вами увижусь. Отлично, типа попал в истории. Так, вот это уже интересно. Тут уже про образцы, которые нам нужно взять. Хорошая идея, мы избавили новым выбором. Прямо здесь у наших ног растет что-то вроде травы. В той пещере на западе может быть мох. А на юге есть покрытое листвовое дерево, свисающее с края утеса. А что означают проценты? Вот это уже, конечно, момент интересен. Возьми немного травы ученые. Исследуйте пещеру, дайте мне знать, что вы найдете. Ученые ноу-хау. Посмотрите на это дерево и сообщите, когда у вас будут новости. Ученый орган какой-то. Пусть решают зрители. Пусть решают зрители, серьезно. Так, вот что эти проценты означают? Непонятно. Шанс травмы, может быть? Ну его нафиг, бери траву, пока и все на этом хватит. Давай, возвращайся. Так, сейчас ты что хочешь. Наука прежде всего для того, чтобы узнать, как можно больше о вселенной. Нам нужно больше ресурсов для поддержания нашего образа жизни. Мы найдем их здесь. Я полностью заботюсь о благополучии своей команды и персонала. Мы хотим стать первой высокотехнологической компанией космоса. Космической компанией. А тут что ты от меня хочешь? Типа выполнение заданий все? Старпом, прежде чем мы закончим, почему бы вам не сказать несколько слов о больших широких целях инициативы? Расскажите, Мир, чего вы хотите достичь. А, вот как раз, чего мы хотим достичь. Понятно. Ну вот такой вот перевод, да? Жалко, что нет русского языка. Наука прежде всего для того, чтобы узнать, как можно больше о вселенной. Все, поехали. Так, у него есть какой-то опыт. Так, они вернулись, получается, да? Да, он тащит это все сюда. Сразу поставил в исследование, да? По идее, да. Здесь мы, получается, будем нанять разные команды. Ученые, солдаты. Может быть, кто-то еще будет. В принципе, можете посмотреть, получается, вот здесь, да, у нас. Дипломаты, вот солдаты, медики, инженеры и... Что за скалар? Кто такие скалары? А, ученые. Не, подожди, ученые это вот эти вот. А вот эти кто такие? А это другие ученые какие-то. Окей, какие-то разные ученые. Ну, ждем, когда закончится изучение. Отлично. Святая корова, ты сделал это? Я знал, что мы найдем там жизнь, но не так быстро. Я смотрел трансляцию невероятно. Эти легендарные первые слова об экзакопланете просто вау. Тем не менее, вам нужно будет поддерживать приток денег, если вы хотите, чтобы комитет был доволен. Я уже упоминал, что мы можем продавать патенты. Разрабатывайте теории, изучая некоторые приемы из миссии, а затем используйте их для публикации патентов. Хорошо. Опубликуйте патент, чтобы начать зарабатывать деньги. Соберите одну мощную консоль для письма, сформируйте вторую команду, получите пять научных теорий, изучая образцы, напишите одну статью, используйте несколько теорий, которые позволят зарабатывать более 2000 долларов в месяц. Это как? Так, построить какую-то консоль. А где ее построить? Это питание. А, у нас, получается, нет питания. Ага. Так, ну нам, получается, нужна инженерная комната. Пусть будет 4 на 4. Так, у нас просто, получается, реально нет питания. Но я не могу понять, где мне его построить, этот стол. А вот он, патент. Но я не могу его построить, потому что у меня нет энергии. Поэтому сейчас мы займемся энергией. Так, ставим, получается, здесь двойные воротам. Так, и... Отмечаем комнату. Так, эти спят. Ученые пошли отдыхать. Так, теперь мы с вами здесь можем построить только, получается, генератор. Так, и смогу поставить 4. Тем более, вроде как, к нему не требуется подход какой-то. Используется 95, производится стольник. 200. Ну, пока хватает. Стол для патентов. Поставим здесь. Так, написать патент. Так. Так, я начал писать патент или не начал? Я что-то не могу понять. Да, вроде пошел писать. Давайте почитаем про патенты. Патенты это ваш первый источник дохода в игре. Включая в лаборатории биологические образцы и пробирки, привезенные из миссии, ваши ученые разработают новые теории, на основе которых они смогут написать патенты. После публикации эти патенты приносят постоянно доход. Угу. Постоянный доход. Патентные темы. Каждый патент создается по определенной теме. Такой, как источник пищевых продуктов и составляется с использованием теории по определенной теме. Теория также имеет разный уровень качества, от общепринятых до легендарных, что напрямую влияет на доход, который приносит патент. Я пока не выполнил свою задачу. Создание патента. Чтобы создать патент, вам нужен ученый, работающий за пультом для написания патента в лаборатории. Выберите до пяти теорий для написания патента. Чем больше теорий, тем больше доход он принесет, но тем больше времени потребуется ученому на написание. Качество теории и уровень знания автора также влияет на то, сколько будет стоить патент. Так, а я написал. Так у меня больше ничего нету получается. И что в итоге? Я получаю какие-то деньги или не получаю? Создайте вторую команду. То есть, получается, надо все равно сейчас отправить еще одну команду сюда, да? Может, а попробовать в другой сектор отправить? Получается, чисто нужны ученые, да? Так, ну поехали. Так, а их теперь, получается, двое? А, нет, пошел переодеваться. Все, трое отправились, хорошо. Создайте вторую команду. То есть, мне надо создать как-то вторую команду. Так, конечно. ТОМКИИ И. ТОМКИИ И. ТОМКИИ И. Так, а что, получается, у нас генеатор ломается? Музыка, конечно, приятная, но плохо все-таки то, что на английском языке. Было бы на русском, было бы намного быстрее. С этим, конечно, подольше происходит. Я просто не могу написать ничего, потому что у меня ничего нет. Мне, по идее, надо сейчас создать еще одну команду, значит, надо будет нанять еще каких-то людей. Вторую команду. Получите пять научных теорий, изучив несколько примеров. Ну, то есть, получается, мне надо несколько сделать заходов на планету, да, получается? Что вот это вот? Протянуть на этот сектор, чтобы расширить свою территорию, добиться большего влияния. Это как? Ну, опять-таки, чтобы нанять вторую команду, мне надо получаться еще больше людей. То есть, мне нужны еще ученые. У меня сюда ученые уже не влазят, потому что тут все на троих место. Можно, конечно, создать еще одну комнату и будет еще на троих. Ну, давайте, наверное, так и сделаем, да? Так, комплит миссия, хорошо. Есть какие-то образцы. Ну, я могу только здесь ученых отправить и все. Я предлагаю все-таки построить еще одну комнату. Я надеюсь, что мне хватит денег. Самое главное, что только деньги. Так, стена. Так, проход. Мне надо вот так вот поставить. Отлично. Пусть пока строят. Тогда, получается, еще построю три кровати. Значит, я ему еще одну команду. Соответственно, мне надо будет заняться еще раз поиском. Правильно? Пока мне доступны только ученые. Так, а что только один? Допустим, вот так вот два. Вот так три. Ну, пусть будет три. Я не буду там что-то заморачиваться. Там можно, в принципе, больше сделать. И тогда будет выбор. Можно кого-то выбирать. Более крутого ученого или еще кого-то. Я вот думаю, тут, может быть, надо бы столы купить. И, наверное, надо бы еще один автомат поставить. С едой. Так, это они тут общаются. Отлично. Мы с вами делаем, получается, еще один барак. Так, мне нужны, получается, еще двери. Вот таким образом мы создадим еще, получается, еще одну команду. Да, видишь, получается, только вот эти вот два у меня теперь есть элемента. Я могу написать. Мне нужно как минимум пять, получается, собрать. Соответственно, сейчас я найму еще одну команду. И отправлюсь сразу в два места. Так, раз кровать, два кровать, три кровать. И... Три ящика для шмоток. Все, там, получается, ждем ученых. Наверное, сейчас кого-то наймут. Троих найдут. Будет вторая команда. Так, всякий артик-факты. Так, всякий артик-факты. Что-то пока все закрыто. Ну да ладно. Возможно, написание что-то нам поможет. Так, я вот думаю, надо в полчасовом совмещении генератор поставить, да? Команда есть, да? Даже четыре человека. Да, еще понимать бы. Тело. Разум. Логика. Так, мы берем тебя. Потому что у тебя больше всего показателей. Мне нужно троих. Так, ну это будет получше. Все, отлично. Трое есть. Теперь бы как создать команду, вспомнить бы, да? А, это у нас, получается, создается прям... Не, не здесь. Создается, наверное, по-моему, здесь у нас. Не, сюда добавляется. А как создать команду-то? Я что-то уже забыл даже. Так, это уже миссии. Так, новую команду создаем. Это вот так вот получается, да? Пусть будут красные. Вот. Теперь надо сюда добавить ученых. Те, которые у нас не задействованы. Все, две команды есть. Тогда давайте отправлять. Значит, сюда отправляем первую команду. Сюда отправляем вторую команду. Все, отлично. Собираем, получается. Как минимум пять надо будет собрать мне, да? И тогда я смогу написать патент. Как минимум две тысячи. Пока патенты, получается, мне приносят всего лишь полторы тысячи. Так, одна команда уже ушла. Вторая пока только собирается, да? Все, пошли. Вторая команда пошла. Энергия пока есть. 115 свободно. Так, по-моему, у нас проблема с энергией, да, стала? А, нет. Все нормально. Все нормально, просто все потухло. Так, тут какие-то черные места. Возможно, здесь надо улучшать дробилку наших этих строителей, да? Потому что, скорее всего, я не смогу сломать. Но пробовать я не буду. Все, ждем полчаса возвращения наших ученых. Так, пока у меня, получается, два есть, да? Одна теория здесь, одна теория здесь. Смогу ли я их совместить? Вот в чем вопрос. Так, первая команда вернулась. Так, образцы тащишь? Да, тащат образцы. Пошли спать. Что не так? А, у тебя два образца. Подожди, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, я не знал, что у тебя два образца. Сейчас мои ребятки принесут все. Все, и ставь. Возможно, надо бы тогда еще поставить образец. Потому что сейчас придет еще одна команда, а мне некуда ставить их. Отлично. Они же пришли три образца, что ли? Так получается? Так. Да, мне нужен, получается, еще один. Стоп, на паузу. Вот сюда. Так, команда, получается, больше мы не отправляем. Смысла нет, потому что у нас еще есть что изучать. Так. Так, ну, дрона тут все ремонтирую, так что все нормально. Так, здесь есть образец, здесь пусто. Ну, давай посмотрим. Пока, смотри, у нас есть три, а мне нужно набрать, получается, сейчас пять. Посмотрим. Я так понимаю, что он все-таки как-то должен набрать. Эх, два, один, один. Это, конечно... А, так я, получается, собрал пять уже. Все, да? Хорошо. Ну, пусть тогда еще до конца поизучают. У нас, в принципе, здесь есть. Еще здесь кусок есть. Опыт, тем более, они там зарабатывают. Наши ученые. Так, а можно как-то, получается, их прокачивать? Есть прокачка какая-нибудь? Ага. Что-то можно еще здесь поставить. Отношения. Так, это можно, получается, наблюдать. Возможно, они тут сами автоматом прокачиваются. То есть, я не назначаю никаких новых навыков, а просто они сами прокачиваются. Возможно, так работает. Так, теперь здесь у нас добавилось. Мне бы сюда, вот, в еду, конечно, было бы прям хорошо. Так, 55 энергии. Блин, нужно, получается, еще один генератор. Так, эти уже раздражены. Ладно, давай туда писать. Ну, тут как раз, получается, 5. Ага. Аж целых 12 тысяч, получается, мы с вами получим. Да, ну, давайте писать. Нам, реально, столько-только написать на 2000. У нас там 12, так что все в порядке. Эту, с вами, задачу мы выполняем. Можно, конечно, ускориться. Тут есть время? Нет, время не ускоряется. Ну, хорошо. Вот тут нет еды. Восполняется? По идее, должен восполняться. Так, можно, конечно, отправить наших ученых еще изучать планету, правильно? Ну, давай сделаем вот так вот. Это потратится, получается, да, у нас? Да, потратится. То есть, это как-то изучено все получается, да? Давай тогда отправлять команду. Вторую, потому что в первую у нас писатель. Пусть они отправляются тогда. Принесут новые образцы, заработают опыт о себе. Процесс написания будет получаться долгий. Подожди, а что они не могут собраться-то? А, она спала. Понятно. Третий член команды спал, отдыхал. Так, опыт он уже получил. Ты смотри. В написании. Ну, в принципе, пока четырех дронов хватает. Все, спать пошел. Эх, ладно. Пусть поспит. Странно, разделся в этом ящике. Спать пошел туда. Почему нельзя было раздеться здесь, напротив? Тут не привязывается... А, нет, привязывается, кстати, да? Владелец. Странно как-то. Все, отлично. Каждый напротив своей кровати. Чтоб меньше ходили. Еда есть. Все есть. Ну, почти написал. Отлично. Он написал хорошую статью. Хороший видит патент. С нашими финансами все в порядке. Но этот котел быстро исчезнет при хорошо продуманном проидическом результате. Мы далеки от того, чтобы рассказывать вам, как реализовать эту инициативу. Но наша оценка рисков показывает, что нам не хватает отдела охраны труда и техники безопасности. Вы также могли бы подумать о том, чтобы нанять одного или двух солдат, чтобы помочь нашим инвесторам чувствовать себя более защищенными. Обратите на это внимание. Хорошо. Хорошо. У нас новая задача строить и нанимать. У нас есть связь. Что-то произошло. С торпом. Я думаю, что здесь на XS-474 мы сделали открытие, которое могло бы изменить мир. Есть фрукт, который позволит вам отрастить крылья и летать. В конце концов, мы способны переваривать лаву. Мог бы. Что, что, что? Есть фрукт, который позволит нам... Вырастить крылья и летать. Серьезно? Ну, давай вот так сделаем. Не понял просто этого. Открытие не сделали? Я должен выбрать, какое открытие не сделали? Что-то непонятно. Я бы хотел, но, увы, нет. В общем, мы увидели странное отражение, оказались в поле, полном похожих на яблони деревья. Экзотический сад, если хотите. Так, хорошо. И что? Но отражаются ли наши яблоки в нас, как в зеркале? Откуда же я знаю, как отражается там или не отражается у вас? Что там, кстати, у тебя по этому, по состоянию? Провалила тест на CCL. Окей. Классно. Она тест провалила. У меня там много вопросов. Как бы это изменило мир? Так, ну давай вопросы зададим ей. Какие яблоки, какие зеркала, где что отражается? Ага, у нас есть гипотеза, но сначала мы хотели бы провести еще немного исследований, прежде чем ставить на кон нашу репутацию. Лучить заманчиво, сосредоточьтесь на деревьях. Хорошо, проанализируйте фрукты, пожалуйста. Создайте лабораторию как для фруктов, так и для деревьев. Ну да, и то, и то сделайте. Будет сделано, старпом. И спасибо, у меня такое чувство, что вы не будете разочарованы. Пока отключается. Хорошо. Так, что мы, получается, сейчас строим? О, надо, кстати, уже заканчивать серию. Поэтому мы сейчас просто посмотрим, что будем строить. И быстренько построим. Гейтеры счастливы и здоровы. Постройте один исследовательский стол. Исследовательский медицинский отсек. Постройте медицинский отсек минимум за 30 блоков. Кровать. Диагностика модуля. Диспенсер для процедуры. Наймите одного медика. Так, ну, во-первых, получается у нас до что открыться новая комната, нет? Медбой. Так, подождим. Изучите как раз... Да вы не даете мне выйти на связь-то. Можно же завершить миссию. Так. Нужно построить исследовательский стол. Где мне его построить-то? Постройте исследовательский стол. Где мне его построить-то? Здесь нет, здесь нет, здесь тоже нет. А, так, подожди. У меня есть львовский стол. Может быть, надо другого уровня стол? А, это у нас другой стол, друзья. Да, это другой. Это, допустим, мне надо расширить комнату. Не хватает. Не хватает. Хорошо. Лаборатория продолжается здесь. Это можно как-то перенести. Отлично. Так, здесь лучше поставить вот так. Эту поставить вот так. И мне нужно поставить стол исследовательский. Вот сюда. Допустим. Потом, получается, нужно изучить медблок. Построить медблок как минимум с 30 кубиков, да? И все остальное. Так, она болеет, что ли? Сейчас построим. Подожди. Мне нужен медблок. Так, кто-то будет изучать. Отлично. Ученый пошел, будет изучать. Да, ей, скорее всего, нужен медблок, потому что она хочет... Лечение требуется ей. Мне нужно, получается, сейчас нанять медика. Но я выбрать пока не могу, потому что у меня, скорее всего, нет медблока. Будет медблок, тогда будет, получается, и медик. Ну, допустим. Ну, допустим. Так, предлагаю тогда сразу поставить здесь, в эту сторону, проход. Так, сразу, получается, заказываем здесь дверь. И нам нужно как минимум 30 блоков. Ну, вот так пусть будет. Пока там занимается изучением медблока. Подожди, но... Медика реально пока не могу нанять, да? Да, вообще не нанимается. Пока, наверное, не изучено. Вот как изучится, тогда будет все нормально. Да, смотри, я изучил, получается, медблок. Соответственно, сейчас доступны медики. Да, отлично. Мне нужен один медик. Старт кампании. Сейчас медиков займем, и, в принципе, на этом будем заканчивать серию. Так, в принципе, все доступно. Медицинская кровать. Да. Медбед. Так, всякие события. Ну, давай сделаем так, чтобы можно было с двух сторон подходить к кровати. Так, одна кровать. Диагностика. Стол диагностический, да? Ну, тут, получается, только лучше по центру поставить. Так, медик. Медик появился. Появился один. Все, медика наняли. Это все построил. А, это не то сделал. Мне нужен был диспенсер. Так. Изучите тренировочную комнату. Наймите одного солдата. Ага. Отправьтесь в миссию солдатам. Ладно, вот такая вот игра. Кого заинтересует, то ссылочка на игру в стиме в описании под видео. Как всегда, у нас был такой первый взгляд. Буду очень радоваться, что вы лайками и комментариями. На сегодня все, ребята. Так что, всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok